В Тбилиси к протестующим присоединились оппозиционные депутаты. В столице Грузии продолжаются митинги против закона об иностранных агентах. Сегодня парламент большинством голосов преодолел вето, наложенное президентом. Участники демонстрации призвали главу государства присоединиться к ним. Протестующие соорудили возле парламента сцену, напротив здания также растянули плакат с надписью «Если сегодня ты выбрал молчание, то завтра вынужден будешь молчать». В Москве родственники призывников добиваются встречи с военным комиссаром из-за задержания их близких в городе. По словам собравшихся, с 24 мая молодых людей призывного возраста ловят и доставляют в призывной пункт. Многие из находящихся в пункте имеют заболевание и непригодны к прохождению службы. Возле комиссариата дежурит полиция, у женщин проверяют документы и отказывают им во встрече с комиссаром его якобы нет на месте. ЕСПЧ признал Зарему Мусаеву жертвой политического преследования и назначил ей компенсацию в 52 тысячи евро. Суд решил, что дело против Мусаевой месть ее родственникам, которые критикуют руководство Чечни, а Зарему задержали с целью запугивания. Суд также признал нарушение прав мужа и дочери Заремы – Сайди и Алии, получивших угрозы со стороны чеченских властей. Россия эффективное расследование по этому делу не провела. Фигуранты дела Росдержавы заявили 60 вводов на апелляции на собственный приговор. В Мособлсуде началось первое апелляционное заседание на приговор журналистам Росдержавы Яну Котелевскому и Александру Дорогову. Им назначили 9,5 и 10,5 лет колонии строгого режима по статье о вымогательстве из-за того, что журналисты якобы требовали 1,3 миллиона рублей за отказ от публикации материала, компрометирующие сотрудника полиции. Более подробно о судебном процессе читайте в нашем телеграм-канале. Суд в Москве ещё на два месяца продлил содержание под стражей адвокатов Навального. Пасманный суд Москвы продлил арест Владимира Кобзева и Алексея Липцера до 3 августа 2024 года. При этом судья отказал стороне обвинения в закрытии процесса. Следствие ходатайствовало об удалении прессы и слушателей, так как дело якобы связано с экстремизмом и его подробности не должны стать известны общественности. Следователь отметил, что на прошлом заседании не было такого количества журналистов. Кобзев и Липцер возразили, адвокаты поддержали позицию своих подзащитных. Волгоградский стрит-арт-художник Филипенза съездил на подконтрольную Украине часть Донбасса, где создал новую работу «Баюбай». Против автора работ из «Рассилования», «Цинкнаж» и других антивоенных муралов Филипенза Филиппа Козлова возбуждено дело о вандализме по мотиву политической ненависти. Прошлой осенью художник покинул Россию, не явившись на допрос по собственному делу. В октябре его объявили в федеральный розыск. В Белгородской области установили дорожные знаки «Опасность БПЛА». Два предупреждающих знака появились в городе Щебекино перед въездами на объездную автодорогу. Глава местной администрации Владимир Жданов сообщил, что возле каждого знака установлена схема более безопасного объезда. В Минобороны подтвердили, что пропавшая 9 месяцев назад украинская журналистка находится в России в плену. Журналистка Виктория Рощина, пропавшая на оккупированной части Запорожской области в августе прошлого года, находится в заключении в России, сообщила Минобороны Российской Федерации в ответ на обращение отца Рощиной. При этом, где конкретно находится журналистка, какой у неё юридический статус, в чём её подозревают или обвиняют, ни в Минобороны, ни в Международном комитете Красного Креста не уточняют.